Это телерадиоканал Странно Один на всю страну 10.18 в Москве, телерадиоканал Страна-ФМ Меня зовут Влад Кутузов, друзья, добрейшего утра И он к нам приехал Наконец-таки уже Дополз, фактически, да Тимур Радрикс Доброе утро Привет, Тимур Спасибо, что приехал Слушай, ну, не могу обойтись без официоза Дело же в том, кто не знает Хотя вряд ли такие люди существуют в вселенной вообще 14 октября, то есть буквально сколько, три дня назад Три дня назад, да Тимур отметил свой очередной день рождения Да Ему исполнился сорокет, не побоимся Сорокет, да Скажи мне, как ты себя чувствовал Глупый вопрос, но мне правда интересно Есть ощущение, что пятый десяток пошел, блин, почему так быстро Есть ощущение, что кто-то меня жестко Я сейчас слово подберу правильное Обманул Обманул Очень жестко И при этом я, естественно, понимаю, что Сейчас мир живет в таком Правильном ощущении возраста Когда, мне кажется, и в пятьдесят люди перестанут бояться Заглядывать в паспорт и так далее Плюс ко всему Мне действительно классно Классно от того, что вот все происходит именно так, как происходит и сейчас Я доволен своей физической формой Доволен своей творческой формой Доволен всем происходящим со мной И я не собираюсь останавливаться Только попробуйте мне помешать Да нет таких людей Не родились такие люди Нет такой силы во вселенной, которая остановится Слушай, ну вот Ты правильно, кстати, сказал Действительно, время изменилось Это очень хорошо Сейчас же люди и бизнес новый открывают Там в 60 лет Конечно, конечно Делают какие-то безумные стартапы И у них все получается Совершенно верно Люди начинают учить языки Я не знаю, в 50, в 60, в 70 Я даже заметил, когда я был маленький Там, вот, ну, было там Ну, у человека, там, лет 40 Это уже был такой стариканчик, знаешь Да, да, да Сейчас уже люди там в 60, 65 Выглядят вполне себе бодренько Это очень круто И самое главное, что мы, мужчины Вот я сейчас говорю Понимаешь, мы с тобой сидим Вот у нас здесь в помещении две дамы Мы же все равно Даже находясь в таком серьезном возрасте Наверное, меньше переживаем на эту тему Но сейчас очень Сейчас тонко было, Тимур Тонко Да, да Но сейчас просто такая история Что, мне кажется Мы живем в эпоху отношения правильного Не только к возрасту как таковому Но еще и, самое главное К ощущению себя Неважно, в каком возрасте Потому что, если раньше Женщины боялись не выйти замуж Там до 20 Там, я не знаю, 5 Не родить ребенка до 30 Это все считалось вообще архи-неправильным Сейчас, мне кажется Вообще нет смысла обращать внимание На какие-то даты, на какие-то рубежи И так далее Потому что женщина в 40 Может выглядеть просто фантастически круто И в тысячу раз лучше, чем она выглядела в 22 Слушай, ну что там говорить Женнифер Энистон Позавчера впервые завела Инстаграм 7 миллионов за сутки Где? 11 уже? Уже 11 Сегодня утром уже 11 Плюс к фотке она выложила видос Который тоже собрал 11 тысяч просмотров Ой, миллионов, конечно Миллионов, естественно Все постебались от души над фоткой Над ее качеством Там у нее в комментах спрашивают А где ты взяла такой древний телефон? Что у тебя получаются такие загадочные фотографии Это смешно Слушай, ну все-таки вот смотри Ты ставил какую-то вот такую Как-то в душе где-то, в голове Какую-то планку Вот что я сделал до этого То есть чего я добился И что я буду делать дальше Если я сейчас буду отмечать эти какие-то вехи То у меня не хватит времени планировать наперед Поэтому, чтобы оценивать на 100% Что произошло И доволен я этим или нет Мне потребуется чуть больше времени Соответственно, зачем на это обращать внимание? Надо просто идти дальше Как я всегда и делал Ну это правильно делать Слушай, скажи, ты отмечал днюху свою? Нет, я не отмечал Я почему спрашиваю? Потому что есть же вот эта фишка, да, у мужиков? Есть 40 лет А это не у мужиков Нельзя этого делать Ты знаешь, это не у мужиков Не у мужиков, а тех, кто их окружает Потому что ты вроде собрался отмечать А тебе со всех сторон говорят Слушай, нельзя Причем это говорят и женщины, и дети В общем, ты думаешь Ну блин Самое удивительное, что У меня просто не было возможности отмечать Потому что у меня не было на это времени Я даже не знаю, стоит ли мне это делать Например, в эту субботу или в воскресенье Потому что понимаю, что у меня куча дел И мои друзья на меня точно не обидятся Те, с кем я хочу увидеться А я обязательно увижусь И мне для этого не нужен повод Но слушай, есть куча людей Которые делают это задним числом Там через месяц, я знаю Да Ну не было времени у меня Приходить к новому году Заодно и третьим день рождения Это нормально Я считаю, что в принципе Единственный плюс Когда ты, условно говоря Становишься старше Ты начинаешь убирать из своей жизни Просто вычеркивать Какие-то совершенно ненужные вещи И особенно знаешь, что Вот эту штуку под названием Надо Или я там должен Обязан Кому я должен? Понимаешь? Почему я должен делать какие-то вещи Совершать какие-то поступки Если я для себя их определил изначально Благодаря там родителям Которые мне это в голову интегрировали Или просто я понимаю Вот есть хорошее и плохое Слава богу Есть представление об этом Такое достаточно адекватное То почему я должен идти по принципу Я вот должен этих людей пригласить Я должен вот этим людям позвонить Или я вот не должен этого говорить Слушай, ну это вообще такая трендовая история В последнее время Я, кстати, ее поддерживаю полностью А это очень классно Мы как-то вот заморочены на том Что мы все время кому-то должны Обязаны кому-то Да, вот какие-то рамки Вот эти ограничения Если в пределах разумного Без зашквара, что называется Зачем они нужны вообще? Естественно Кто придумал свод, понимаешь, этих правил Когда мы должны, вот, собственно говоря Просыпаясь утром Обязательно сверяться с этой табличкой И думать Так, сейчас вот я обязательно должен сделать это И не должен делать того Мне кажется, это полный бред А скажи, пожалуйста Я понимаю, что у тебя много всего И огромное количество Ты же в куче ипостасей разных совершенно Я пытаюсь Мы тебя знаем именно таким К счастью большому Спасибо Ты как-то планируешь вообще? Ну, я не имею в виду выступление, гастроли Те вещи, которые необходимы планировать Вообще вот творческие моменты свои Я нахожусь Или оно прилетает откуда-то Нет, оно параллельно, естественно, прилетает Но я нахожусь всегда в процессе работы над чем-то новым И дело, естественно, касается не только песен, клипов и так далее Потому что у меня есть какие-то мои телевизионные истории Которые я периодически закрываю Открываю заново Отвечаю на приглашения Но при этом я понимаю прекрасно, что существует интернет И люди, независимо какого возраста В любом случае им пользуются Вопрос только в том, что те, кто постарше пользуются реже Те, кто помладше, соответственно, самые активные Но я должен развиваться Я должен идти вперед Я не могу не отмечать то, что интернет сейчас бьет все рекорды И побеждает телевидение Гораздо сильнее стал побеждать Чем мы могли себе это представить Ну да, тем более совсем недавно сказали Что бюджет и количество денег в интернете, в сети Уже приближается к топовым телевизионным каналам Совершенно верно Давай сделаем небольшую паузу, друзья Буквально три минуточки У нас Тимур Родригес в гостях скоро продолжим Друзья, как обещали, вернулись мы к вам Страна ФМ вместе с вами И Тимур Родригес Который мы продолжаем поздравлять не без удовольствия Спасибо С наступившим очередным днем рождения Попу на интернет Это активно в эту тему входишь И вошел уже Мы же все внимательно следим за Инстаграмом Я тебе прежде хочу сказать большое спасибо Спасибо за CD-плеер от Валуева Спасибо Я угорал очень долго Это очень смешно Спасибо И еще большое спасибо за одним числом Уже за третье Синтия Бря Спасибо Главное правильную букву построить Да, да, спасибо большое Кстати, вот по поводу плеера Валуева Это было как раз снято на площадке того проекта О котором я пока не могу говорить Вот идиотизм абсолютный То есть я об этом говорю, но говорить об этом не могу Это вот, собственно говоря, был бэкстейдж И я развлекался как мог Не мог говорить, что я снимаю Но при этом мог вот снимать с себя Тем не менее И делать так, чтобы Хотя бы было весело Вот ты нехорошо делаешь сейчас Нехорошо Все же напряглись Я сам себя за это ненавижу Все напряглись Ну хотя бы вот Белюрчик какой-нибудь Хотя бы что Это музыкальная история Кино Нет, это не музыкальная история Это такая достаточно прикольная Информативная история При этом, безусловно Развлекательного формата Потому что Создатели постарались совместить И как раз реальную Интересную информацию И мою веселую Беззаботную Легкую подачу Я очень надеюсь, что это будет интересно Ну вот сейчас жду как раз Даты релиза Даты Вообще Подтверждения Когда можно об этом В принципе говорить Потому что Я так подозреваю Что еще до момента запуска Они может быть и название поменяют Но главное, чтобы не ведущего Но думаю, этого не произойдет А, вот и раскрываешь моменты Ты будешь ведущим Теперь скажи Я не отвяжусь от тебя Если это А, это произойдет Естественно Потому что мы понимаем Сто процентов Это примерно Ну-ка В какой период Я подозреваю Что они могут это сделать До наступления нового года Соответственно У нас еще есть Ноябрь-декабрь И если это действительно произойдет Это будет классно Если нет То это произойдет В начале следующего года Но опять же Я выполнил Определенную часть работы Либо эта часть работы Пойдет Что называется В качестве материала Для первых выпусков Либо мы сейчас снимем Еще новое Потому что съемки Уже запланированы Поэтому здесь вопрос Именно в том Что они будут делать С материалом Который уже есть А вот скажи мне, пожалуйста Когда в твоей жизни Происходит вот такой стартап Ну это же стартап В любом случае Да, такой вот нишевый Но все равно стартап Ты как-то вот напрягаешься сильно Или ты уверен Что это получится Или у тебя так сложилось Уже все Правильные люди вокруг Да, ну это знаешь Я немножко иначе На это смотрю Я воспринимаю это Как просто процесс Которым нужно наслаждаться А случится это в результате Или нет В виде результата Который увидят все Это уже не моя забота Потому что если я Приложил максимум усилий Для того, чтобы это случилось Соответственно Вопросов к себе У меня уже не останется Потому что я ненавижу Иметь вопросы к себе Я их постоянно имею Потому что здесь всегда Такой диалог у меня Обстоит с самим собой Я достаточно поработал Я выложился на сто процентов Ну, как правило На этот вопрос я знаю ответ Потому что я не позволяю себе Даже там крупицы отдыха Или там недодачи Но бывает и так Что может быть Я был недостаточно Выспавшимся Недостаточно в голосе Если там это касается Других каких-то вещей Поэтому я задаю себе Вопросы постоянно Стоит ли мне Расслабляться Нет, конечно Могу ли я позволить себе Где-то там отдохнуть Не хочу Вот это самое главное И если уже Я отдал себя на сто процентов Процессу Который, собственно говоря Был запущен То, соответственно Все уже остальное Это недоработки других людей Это я сейчас Себя не сбрасываю Ни в коем случае А понимаю, что Это обстоятельство Которое мне придется принять Если что-то не произойдет Потому что Если у меня останутся Вопросы к себе Относительно того Что я недоработал Я себя съем быстрее Чем любой подписчик Который пишет мне гадости Ну, слава богу Таких немного Но тем не менее А вот, Тимур, скажи, пожалуйста Есть новый проект И он крайне для тебя интересен В творческом плане Тебе, ребята говорят Чувак, давай Денег нет Бюджет очень маленький А тебе это очень нравится Ты пойдешь? Конечно Для меня деньги никогда Не были определяющим фактором В выборе, не знаю Песни Музыкального проекта Другого Который не имеет Может быть отношения Напрямую к моему творчеству Или там телевизионного проекта Потому что Я считаю, что До тех пор Пока ты получаешь удовольствие От того, что ты делаешь Если в это вмешиваются деньги То ты абсолютно счастливый человек Если это Никоим образом Не отбрасывает тень На твою совесть Если ты не идешь На сговоры с ней Если тебе приходится Двигаться И думать Ну, ладно Зато есть возможность Заработать Вот это уже Путь Очень серьезный И он, мне кажется Идет не в ту сторону Я бы Я бы не хотел Сворачиваться С той дороги Которую я выбрал Она сложна Она крайне Неправильная С точки зрения людей Которые в бизнесе давно И которые знают меня И говорят Что, чувак Ты идешь Априори Не по правильному пути Ты выбираешь Сложные Сложные аранжировки Сложные Речевые обороты Ты выглядишь Не так Как люди привыкли Значит, видеть мужчин В этой стране Перестань Так говорить Сложно А я не могу Это я То есть Здесь вопрос в том Что либо я себя ломаю Но я уже слишком взрослый Чтобы себя ломать Либо я продолжаю Свой путь Который я начал Достаточно давно И работаю с теми Работаю для тех Кому я интересен Да, может быть Их там не 35 тысяч На моем концерте Но я доволен тем Что происходит И я счастлив Что у меня есть Делать даже не в подписчиках Да Я счастлив Что у меня есть аудитория Которая Может прийти ко мне на концерт Может зайти ко мне в инстаграм Может зайти ко мне в фейсбук Может просто увидеть меня Где-то там По телевизору Или в интернете И почувствовать Что они понимают И поддерживают Как раз все то Что для меня является Правильным А вот, кстати, скажи мне, пожалуйста Часто бывают люди Ну, такие близкие Которым ты доверяешь Да, в твоем окружении Которые тебе, ну, на самом деле Говорят Слушай, Радогис Ну, вот Чего ты заморачиваешься Делай попроще Аранжировку Делай попроще Текст Как-то это зайдет Быстрее, может быть У меня в окружении Наоборот Есть люди Которые говорят Ты недоработал А, вот То есть Да Например, у меня есть Мой лучший друг Которому я Например, я могу принести песню Он говорит Клево Но Недостаточно хорошо И я в этот момент Не обижаюсь на него Я ему бесконечно благодарен Потому что до тех пор Пока люди Которых я люблю И чему мнению доверяю Будут говорить мне Что я Не дошел до того уровня Который соответствует Там Моим представлениям о прекрасном Их представлениям о прекрасном И самое главное Не достоин Пути Который я уже прошел Я буду работать И продолжать над собой Потому что, например Песню, которую мы сегодня Будем слушать впервые И клип, который мы будем смотреть Ее преследовал достаточно Такой Странный рок Потому что Тимур Вот, сори Давай мы сейчас Сделаем паузу Потому что мы сейчас Я предлагаю посмотреть Как раз клип Послушать песню Хорошо, а я расскажу А потом, когда мы все это увидим Ты уже расскажешь Мы можем сказать, что это премьера Такая эксклюзивная Это премьера, да Конечно Тимур Родригес Песни «Гарри-гарь» Ясный, естественный клип Совместно с СТ Да Кстати, да Давайте смотрите Слушать, поехали Первый И единственный в России Самый яркий Самый музыкальный Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Ну что, друзья Мы вернулись Доброе утро Еще раз Премьера состоялась Тимур Родригес СТ Песня и клип, естественно Под названием «Гарри-гарь» Спасибо Мы тебя все поздравляем Спасибо большое Спасибо, что пришел Представил свою новую работу Спасибо Слушай, ну смотри О чем хотел спросить Вот, если мне память не изменяет Это Это вообще Первый Твой заход В такую народную историю Это уже второй Второй, да Получается, после без тебя легче Да, да, да Да, стало абсолютно очевидно Что надо, как минимум Еще один раз Попробовать зайти В эту историю Где я смешиваю Фолк, поп и хип-хоп Ты вот зачем это стал делать? Это произошло совершенно Это, в смысле, не предъява Это просто Не, я понимаю Это интерес Это произошло случайно Дело в том, что Я очень много Естественно, слушаю музыки разной Очень много анализирую И если мы будем даже, например, смотреть на то Как поступают наши товарищи с Запада На которых мы постоянно ориентируемся Потому что все-таки музыка там развивается куда быстрее Куда интереснее, чем у нас Они очень часто прибегают как раз к возвращению к корням А корни у них самые разнообразные Это и блюз, например, для черных, да Который зародился еще в хлопковых полях Когда рабы собирали, собственно говоря, хлопок Или там резали тростник Это и в кантри для белых людей, что называется, да Мы очень редко возвращаемся к своим корням И как бы странно там не было сочетания Родригес плюс фолк Тем не менее, я понимаю прекрасно, что музыканты в этой стране Делают это не так часто, к моему счастью То есть я не заходил на поляну, где было 15 артистов И меня бы с кем-то сравнивали Поэтому я понимал изначально, что, в принципе, мысль на эту тему Она может идти в правильное направление Потому что мне показалось на тот момент времени Что как минимум об этом стоит подумать И потом, видимо, под воздействием этих размышлений Мне прилетела мелодия в голову И мне опять же показалось, что это достаточно странно Но я подумал, если это звучит хитово И уже не только по моему мнению Потому что я показал наброски нескольким своим друзьям Чье мнение как раз всегда бывает критическим, к счастью Я понял, что всем нравится И поэтому я выписал «Без тебя легче» А после «Без тебя легче» После того, что я увидел твориться на концертах А на концертах всегда под эту песню происходит нечто особенное То, о чем любой артист может мечтать А самое главное еще после песни Потому что мы поем хором с залом уже акапелла Я понял, что на эту территорию стоит зайти как минимум второй раз Я повторюсь, да И стал думать над следующей песней У меня на момент выпуска «Без тебя легче» Уже был написан новый куплет Вот тот, который сейчас звучит в горе-горе ясно И этот куплет мне настолько нравился Потому что в нем классное такое движение Музыкальное происходит, да И я подумал, а что если я этот куплет вообще положу Значит, в «Без тебя легче» Уберу старый куплет А потом решил, нет С «Без тебя легче» все хорошо Зачем мне сейчас переписывать песню, которая без того звучит нормально Нормально, ненавижу это слово Звучит хорошо И я подумал, тогда я оставлю этот куплет для следующей песни И вот здесь случилось неожиданное То есть «Без тебя легче» пришла в голову достаточно быстро В течение там нескольких минут А «Гарри-гарри» ясно? Куплет у меня уже был, я еще раз повторюсь, да? А припева не было Вот тот сейчас, который мы услышали, это шестой по счету Я написал пять разных припевов Каждый из них был выполнен как раз в стиле фолк плюс хип-хоп Каждый из них классно качал У каждого были классные, интересные ходы Собственно говоря, да, мелодические и текстовые Но ни один из этих припевов не давал мне ощущение Вот что я выложился на сто процентов Не мне, не моему лучшему другу, не моей жене И я понимал, что я буду работать до тех пор Пока я не скажу себе вот это то, что нужно И слава богу это произошло Причем это произошло не в тот момент, когда я уже отчаялся А когда я решил отпустить Потому что я так долго сидел за фортепиано Значит, нажимал на нужные клавиши Ходил с диктофоном, напевал И не мог прийти к этому идеальному припеву И вот когда я лег, вот буквально, лег на диване в гостиной И просто стал думать о чем-то другом Он прилетел ко мне Господи, дай сил музыкантам, которые не умеют так рассказывать о своей музыке Как это делает Тимур Радригес Большое тебе за это спасибо Слушай, я сегодня впервые услышал клип и послушал этот трек Мне, ну мало, это действительно клевая, крепкая работа Это правда, абсолютно И ты, кстати, сказал про кантри Ты же слушаешь много зарубежной музыки Ты же знаешь этот тренд, эту тему Кантри совсем недавно Полгода назад влился в рэп-музыку, в хип-хоп И получилось настолько органично Именно поэтому И мне здесь показалась такая похожая параллельная история Конечно, конечно Именно поэтому я и привел это в качестве примера Потому что это всегда круто работает То есть, если ты помнишь, у Кристины Агилеры Самый продаваемый ее альбом Был Back to Basics Когда она совместила джаз и поп-музыку Поп-музыку того времени, которая была ультрамодной И мне кажется, это было действительно А. Оригинальный ход Б. Безумно вкусный С точки зрения любого человека Неважно, музыкант он или нет И, конечно, ей это очень все шло И мне очень приятно Несмотря на то, что, безусловно Есть и будут отзывы о том Где Родригес и где Фолк Что за странная стилистика Если начать копаться в деталях А я всегда стараюсь создавать контент Который интересен с точки зрения деталей Чтобы человек, посмотрев первый раз Увидел общую картину А потом ему бы интересно стало рассмотреть Костюмы людей и так далее Вот если мы с тобой будем смотреть клипы И я, знаешь, как это очень часто бывает Выходят фильмы Ты знаешь такую историю? Выходят фильмы с комментариями режиссера Это есть такая специальная версия И режиссер на протяжении полутора часов Рассказывает, что происходит Вот я бы, конечно, сделал такую штуку Потому что я понимаю, что это для фанатов Это послушает и увидит пять человек Но я бы это сделал Когда ты говоришь Обратите внимание вот на эту вещь в кадре То есть нет случайных деталей Тимур, ну почему ты, блин, сейчас об этом говоришь? Но почему не десять минут назад Мы могли бы все это сделать? Прости В следующий раз В следующий раз обязательно Не могу про Эстенни спросить Да Почему он? Чья была идея вот этой вот коллаборации? Ты к нему или он к тебе? Как все это возникло? Мы достаточно давно друг друга респектуем Потому что я знаю, что Саша Очень много работает со словом И он очень скрупулезен в этом Плюс ко всему Он мне тоже давно Выражал свои восторги По поводу моего рэпа Но я понимал прекрасно Что делать трек, где я буду читать И он будет читать Это будет абсолютно неинтересно Я стал думать Но понял, что надо вот Какую-то специальную песню найти Вышло без тебя легче И он сам позвонил мне И сказал Пришли песню без куплетов Я хочу сделать свою версию Я сказал Вообще проблем нет А отправил ему Он уехал на гастроли И так и не успел ничего сделать И тут, значит, у меня готово Гарри-гарри ясно У меня в середине был свой рэп Свой рэп Ну это не совсем даже был рэп Это была такая там игрушка Которую я буду делать все равно Со зрителями Ну речитативчик На живых концертах Да Это был такой речитативчик Речитативчик Я тоже не могу выиграть это слово Да, речитативчик Речитативчик Забавный, да Представляешь? Не то время еще с утра Речитативчик забавный Где было меньше, так скажем, смысла Где было больше игры Но я подумал, что все-таки Вкуснее будет сюда сделать Полноценную какую-то историю И когда Саша получил трек И сказал, мне нравится Я сделаю А потом перезвонил Мне и сказал Слушай, это же все Про любовь в том числе Я говорю, ну конечно Он говорит Я напишу все-таки тогда Несколько иную историю Но, говорит, финальная строчка В рэп у меня уже есть Идем правее на солнце Вдоль рядов кукурузы Как раз по следам Вот этого фантастического Чуда, которое случилось Когда уральские авиарини Посадили самолет в кукурузном поле Да, да, да И мы сейчас вот таким образом Хотим еще сказать спасибо Всем тем, кто сохранил Жизнь людей И как раз, что называется Поднять виртуальный тост За любовь людей к жизни И за любовь людей к людям Слушай, Тимур, я сейчас буду Очень сильно горевать У нас 10 секунд до конца эфира У меня куча вопросов Которые я тебе, блин, не успел задать А значит мы обязательно Увидимся снова Поставим запятую Спасибо тебе большое Тимур Родригес был у нас в гостях Еще раз с премьерой Да, спасибо огромное Друзья, пока, до завтра Это телерадиоканал Странно Один на всю страну